В районе таксопарка не смогли разминуться длинномер и легковушка. Помялись оба. Длинномер Фрэйшлайнер движется по улице Камской. В том месте, где она превращается в улицу Снеговую, Франчу необходимо пройти по кольцу. Этот маневр тяжелого и не особо поворотливого американца связан с некоторыми трудностями. В частности, водителю необходимо одновременно следить не только за тем, куда машина едет, но и за тем, как движется хвост. На этот раз уследить за всеми частями водителю длинномера не удалось. Я ехал в сторону Снеговой, заходил поворот на кольцо и выскочил. Не заметил. Я не видел, я смотрел сюда, туда глянул, вроде никого не было. Все, начал заворачивать. Оппонентом Фрэйтлайнера стал гибрид Тойота Приус, водитель которого просто не понимает, как все произошло. Да и что сказать, не заметить Фрэйш почти невозможно. А скорости машин не настолько велики, чтобы не успеть отреагировать. И тем не менее, не успевают. Мы ехали в общем потоке, пробка была, еще 9 часов не было. Все, я вот рядышком с ним ехал, поворачивал, притормозил немного, а он ехал у меня. Надо заметить, что несмотря на свои габариты и массу, длинномер оказался не опасным для Приуса. И удар его мягкого пластмассового бампера о борт японца не развалил хрупкий гибрид. Лишь чуть-чуть помял металл. Правда, повредился и сам. Водитель поясняет, что запчасти на грузовика недешевые и поменять деформированный бампер обойдется тысяч в 50. Как раз в страховую премию. Правда, пока непонятно, кому она достанется, поскольку оба водителя считают себя правыми. Обращаться к аварийному комиссару они не спешат. Впрочем, посоветовавшись, их все же вызвали. Они-то и вынесли окончательный вердикт. На Снеговой-2 произошло ДТП с участием автомобиля такси Максим и большегруза Файтлендер. В результате ДТП люди не пострадали. Виновник оказался большегруз. Оформились по европротоколу.